А вот вы знаете, мне некоторое время назад, еще до войны, попалась в руки интересная книжка, которая была посвящена жизни разных людей в бывшем Советском Союзе в годы Второй мировой войны. В жизни людей, которые оказались под немецкой оккупацией. Там рассказы, воспоминания собраны, документы, письма. И вот, к сожалению, я сейчас на память не помню, книжки нет сейчас под рукой, но там рассказ мальчика, подростка, который описывает Берлин, который он увидел, будучи мобилизованным на принудительные трудовые работы в Германии, возили на работы в Германии. Ну и судьба этих людей складывалась по-разному. Вот этому мальчишке повезло, он попал куда-то в приличные руки, к приличным хозяевам, жил в Берлине и вот рассказывал о том, каким он увидел Берлин в 42-м году. Это, конечно, совершенно потрясающе, потому что в это время на Восточном фронте идет ожесточенная война, бои, разрушения, жертвы. А Берлин живет прекрасной, развеселой жизнью. Единственное, что много военных на улице, больше, чем в нормальном городе, и мало автомобилей, потому что большинство автомобилей, находившихся в частном пользовании, реквизированы в форме вермахта. А в остальном толпы веселых людей, которые стоят в очередях в кинотеатры, в кафе, в рестораны, гуляют просто по улицам. Никаких еще бомбежек, никаких разрушений, никаких тревог. И читаю себе хронику 45-го года, вы наверняка видели, послевоенный Берлин, есть такая цветная хроника, с пролетами над погрушенными кварталами. Да, да, да. И с огромными толпами людей, которые стоят в очереди либо за водой, либо к полевым кухням. В советской или американской армии, где бесплатно раздавали похлебку или кашу какую-нибудь. Я подумал, что это те же самые люди, которые гуляли по веселым берлинским улицам в 42-м году. Да, мне кажется, что все это так невероятно интересно. Если можно, пришлите мне название этой книжки, если его помните. Мне страшно интересно было бы ее почитать. Это сборник, называется «Под немцами». «Под немцами»? Класс, я посмотрю, найду. Я не помню, кто там составитель, к сожалению. Я найду, это дико интересная штука. Да, я думаю, что, понимаете, это на самом деле, на мой взгляд, это очень интересная штуковина, потому что то, что происходит сейчас, та трагедия, которая происходит сейчас, это не начало истории, это конец истории. Это конец истории, начавшейся с Гитлера, Сталина, начавшейся с противостояния этих двух аналогичных режимов, с того, что для Германии эта идеология закончилась, для Советского Союза, для России она продолжалась. И мне кажется, что если можно найти что-то позитивное в том, что происходит сейчас, то это идея лопнувшего, наконец, нарыва, который существовал и накапливал гной и развивался в течение десятилетий, и который сейчас, наконец, лопнул. И это больно, это страшно, это невероятно неприятный процесс и невероятно тяжёлый процесс. Но это открывшийся нарыв, и как бы страшен этот процесс не был, как бы тяжёлым не был, на мой взгляд, это часть процесса выздоровления, часть завершения страшной истории, которая началась в 20 веке. И это, безусловно, создаёт огромную дополнительную историческую миссию для Украины и для того, что сейчас делает украинская армия. На мой взгляд, потому что это не просто война с Россией, это война, которая завершает борьбу с идеологией, возникшей в 20 веке, с момента начала Второй мировой войны. И на украинской армии сейчас лежит невероятная по значимости миссия завершение борьбы с этой идеологией, продолжавшейся в течение десятилетий. То есть получается, что украинская армия, вооружённые силы Украины, ЗСУ, являются в некотором смысле освободительной армией? Да, безусловно. Здесь, по-моему, двух мнений быть не может. Это реально огромная историческая миссия, потому что это завершение борьбы с идеологией, с которой мир борется, начиная с середины 20 века. Позвольте личный вопрос. Да, пожалуйста. Вы ощущаете себя эмигрантом? Ой, я давно себя не ощущаю эмигрантом уже. Я столько шлялся по миру, что я, в общем, привык к бездомности. Я по определению бездомный человек. Поэтому нет, я эмигрантом себя не ощущаю. Ну и, кроме того, самое близкое к дому, что у меня есть, это Израиль. И я сейчас в Тель-Авии. И поэтому тем более себя не ощущаю эмигрантом. Здесь дом, здесь всё моё. Поэтому нет. Нет, конечно, вообще нет. А вы? Нет. Мы с вами как-то лет пять, наверное, уже прошло, записывали интервью и говорили об этом. Как в том анекдоте. А пить-то не хочется. Помните, знаете, анекдоты? Про то, как двое друзей был, один семейный, другой холостой, убеждённый холостяк. Семейный уговорил холостяка жениться. Говорит, тебе же никто иначе умирать будет, стакан воды не поднесёт. Вот умирает он. Так, он умирает. Знаете, вот много раз мне приходилось в жизни слышать, что горьк хлеб чужбины, тяжек хлеб эмиграции, что сгноит тебя ностальгия. Но вот как-то, понимаете, пить всё никак не хочется. Да, каждое правительство остаётся с тем народом, которое оно заслуживает. Хотя вот пуповину, согласитесь, оборвать не удаётся, потому что всё равно ты следишь за тем, что происходит на исторической родине, ты за это переживаешь, ты об этом размышляешь. То есть оторваться совсем и стать украинцем, поляком, немцем, в зависимости, где ты живёшь, израильтянином, да, и совсем забыть о России не удаётся, по-моему, никому. Может быть, за редкими исключениями. Да, я думаю, что вы правы. Я много пытался это сделать, но я думаю, что по-настоящему это сделать невозможно. Но, по крайней мере, можно снизить этот интерес. Но ещё раз, Россия страна, которая заслуживает внимания, потому что не заслуживает доверия. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова